МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судьба украинского безвиза решится уже через 10 дней. Гадания на бюджете. Есть ли надежда на экономическое чудо? Партийные миллионы. Сколько денег из бюджета пойдет на финансирование партий? Харьковская облава. Генпрокурор отчитался о рекордной по масштабам спецоперации. Новые детали в деле о поджигателях нашей редакции. Вернее, новое лицо. Отчаявшись дождаться результатов расследования от правоохранителей, журналисты подробностей решили часть их работы взять на себя и стали анализировать видео захвата нашего здания. Есть оно и у МВД, но мы, очевидно, изучаем его внимательнее. Сегодня мы идентифицировали, кто из поджигателей забыл после поджога куртку и установили. Это не первая вылазка данного субъекта на радикальные акции. Вот посмотрите. Вот видео с наших камер наблюдений. На этих кадрах группа поджигателей на пороге. И вот, обратите внимание сейчас на человека, который забегает в здание вторым. Примечательная черта, он выше остальных, белая обувь и черный рюкзак. Вот снова он уже в здании второй. Эти кадры из подвальных помещений НИСа. Вот этот человек уже без каски, но все с тем же рюкзаком и в белой обуви. Тут он уже на пороге. Без куртки, но все с тем же рюкзаком и хорошо видно его лицо. На видео с телефонов наших сотрудников можно заметить, как похожий человек уходит через боковые ступеньки. А вот снимки сблокирования радиошансон 13 сентября. Мужчина рядом с небезызвестным Алексеем Сердюком, активистом партии «Братство», очень похож на человека, которого засняли наши камеры наблюдения. Его лицо здесь тоже хорошо видно. Хотим сказать, что все эти вещи, курточку и каску, мы нашли в нашей студии и передали правоохранительным органам. Ждем от МВД идентификации этого человека и его задержания. Вторая видеонаходка еще интереснее. На ней очень даже установленные лица. Именно их депутаты в своем расследовании называли исполнителями нападения на Интер. Смотрим. А это видео и фото с телефонов сотрудников телеканала Интер и НИСа. Мы уже показывали кадры, где экс-советник Авакова Илья Кива в момент атаки на нашу студию находится на месте происшествия. Его зафиксировали на видеожурналисты. Он раздает приказы стоящим рядом людям в форме. Рядом активисты «Братство» Середюки Черный. А вот тот же Кива уже во время блокирования Интера на Дмитриевской. Рядом с ним криминальный авторитет Алексей Капишинский, он же Леха, он же Качок, руководит Киевспортклубом. Правоохранительные органы рассматривают версию о причастности Капишинского к убийству бывшего хозяина этого спортклуба. Вот тот же Леха во время поджога нашей студии на Щусева раздает указания. И вот к нему подходит Середюк и Черный. Вот фото еще одного криминального авторитета Вадима Мизеры по кличке Мизер возле Интера. Он со своей охраной, а вот его машина и автосопровождение. Напомню, в 2010-м был приговорен к пяти годам лишения свободы за организацию преступной группировки, которая занималась разбоем и вымогательством. В 2013 году повторно осужден, выпустили под подписку. В депутатском расследовании говорится, причастен к краже машин и продаже их сепаратистам в зоне АТО. Еще один активист, блокировавший Интер с Середюком, сын Дмитрия Корчинского, Даниил. Вот его автомобиль возле Интера. Напомню, 10 октября прошлого года его задержали на внедорожнике, который числится в угоне с номерами АТО. Напомню, в расследовании депутата Верховной Рады непосредственным организатором поджога называют министра Авакова, а исполнителями – Илью Киву, Капюшинского и Мизеру. Напомню, 5 сентября. На следующий день после поджога редакции подробностей президент Петр Порошенко собрал на совещание руководителей силовых ведомств и поручил генпрокурору Юрию Луценко взять расследование под личный контроль. Однако, это дело до сих пор лежит в МВД, где нападение на телеканалы журналистов квалифицируют как хулиганство и умышленное повреждение имущества и не спешат расследовать. Редакция подробностей выражает надежду, что расследование дела все же будет передано в генпрокуратуру, а лица, запечатленные на видео с камер наблюдения, а также заснятые моими коллегами на мобильные, будут задержаны и допрошены. Напомню также, что эти же лица фигурируют как исполнители в депутатском расследовании, результаты которого обнародовал оппозиционный блок. Мы также поддерживаем инициативу группы депутатов от оппозиционного блока, самопомощи и БПП, которые настаивают на переквалификации дела и считаем, что события 4 сентября должны расследоваться по статье «Террористический акт». О давлении на украинские масс-медиа, о поджоге редакции подробностей и убийстве журналиста Павла Шеремета говорили сегодня и на Ялтинском саммите в Киеве, в первый день его работы. В Мастетском арсенале, где проводится встреча, сегодня с самого утра выступил президент Украины. О чем говорили Петр Порошенко и другие участники форума, узнаем у Алексея Пшемыского, он с нами на прямой связи. Алексей, приветствую, передаю тебе слово. Добрый вечер, Алексей. Отмечу, что очень много сегодня говорили о ситуации вокруг нападения на редакцию подробностей и в целом о давлении на журналистов. Скажу, что да, вот буквально утром, как только президент Петр Порошенко закончил свое вступительное слово, одним из первых вопросов, которые задали ему люди, которые находились в зале, это, кстати, была европейская журналистка, этот вопрос как раз касался ситуации с расследованием этого нападения, ситуации с расследованием резонансного убийства Павла Шеремета. В частности, европейских журналистов интересует, а когда же мы узнаем, кто стоит за этим, ну и в целом, как продвигается расследование. Но отмечу, что глава государства сказал, что он не может влиять на работу правоохранительных органов, но заверил, что будет требовать максимально эффективного, максимально тщательного расследования всех обстоятельств этих трагических событий. Ну и также скажу, что модератором этой дискуссии был один из самых известных европейских журналистов, это Стивен Сакур. Вот нам удалось с ним пообщаться, и он также отметил, что европейские журналисты очень сильно встревожены этими событиями, добавил, что он слабо представляет подобное в Европе, и также заверил, что все будут внимательно следить за ходом этого расследования. Давайте послушаем. Думаете, я доволен ситуацией с прессой в Украине? Нет. Но президент не должен вмешиваться в эту ситуацию. Я имею в виду нападение на Интер. Это недопустимо. Мы просим вас помочь прояснить ситуацию как можно быстрее. Я также не могу принять убийство Павла Шеремета, с которым был знаком лично. Но опять же, что я могу сделать? Через час или два после того, как это произошло, я позвонил американским партнерам и пригласил агентов ФБР, чтобы они могли помочь провести прозрачное расследование. Но украинский президент, правительство, правоохранительные органы должны продемонстрировать прозрачность и эффективность данного расследования. И это важный тест для внутренних органов Украины. Мы с большой тревогой смотрим, как журналисты в других странах, а тем более в Украине, европейской стране, подвергаются опасности и давлению. Я, как журналист, обеспокоен фактами насилия, запугивания и попытками ввести цензуру в отношении СМИ. Это недопустимо в Европе. Наша сила, наша основополагающая ценность в свободе слова, мысли и в независимых СМИ. И компромисс в этих вопросах – чудовищная ошибка. Алексей, ну, отмечу, что очень много иностранных гостей сегодня на Ялтинском саммите. Ну, в частности, это и бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу, и бывший глава МВФ Доминик Строскан. Много послов, много европейских политиков. Конечно же, одной из ключевых тем сегодняшних дискуссий стала ситуация на востоке Украины. Ну, напомню, что буквально вчера с визитом в Киев прибыли министры иностранных дел Франции и Германии, которые в очередной раз подняли вопрос выполнения минских договоренностей, изменений в Конституцию в части проведения выборов на Донбассе. Ну, вот отмечу, что очень важный тезис сегодня озвучил президент Петр Порошенко. Он сказал, что до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в части обеспечения безопасности на Донбассе, в части отвода вооружений, никакой речи о дальнейших шагах по выполнению минских договоренностей со стороны Украины не может быть. Ну, и эту же позицию подтвердила и представитель Украины в переговорной группе Минске, а бывший президент Украины Леонид Кучма. Давайте послушаем. Мы часто слышим, что украинская сторона не идет политическим путем минских договоренностей. Ни одного шага вперед, пока Россия не сделает свой шаг в вопросе безопасности. Пока Россия не отведет войска. Ведь ключевым является именно вопрос безопасности. Мы не должны забыть про Крым. Это временно оккупированный Россией полуостров. Мы никогда не согласимся и не будем торговать Крымом за хорошее решение по Донбассу. Санкции – это единственный метод удержать Путина за столом переговоров. Думаю, что нам нужно работать над законом про выборы, но наприкінці должно быть застережено, что выборы могут происходить только при таких условиях. То же самое для изменения Конституции. Те условия или пропозиции, которые выставляет Россия вместе с Донбассом, они для Украины абсолютно неприятны. Мы не хочем иметь какие-то республики неведомые, фейковые, так сказать, на территории Украины. Поэтому, снова таки, не будет безопасности на этой территории, ни про что не можно говорить. А о чем российская сторона, видите, не хочет. Ну, отмечу, что название в этом году 13-го саммита Европейской Ялтинской встречи – это «Мир, Европа, Украина, штормы, перемен». Ну и скажу, что очень много сегодня говорили о росте радикализма в Европе, очень много говорили о проблемах терроризма, очень много говорили о насилии. И вот очень символично, что при входе в эстетический арсенал, где вот уже второй год проходит ЕС после аннексии Крыма, художники установили эдакую инсталляцию «Перформанс». И это больше десятка мужчин, которые вот практически целый день сидят в клетке и в перерывах между дискуссиями они завязывают глаза и начинают разбирать и собирать автоматы. И вот таким образом художники хотели показать, то, насколько возрос процент насилия в мире вот за последние годы. Ну, отмечу, что очень много сегодня говорили и, конечно же, о Брэкзите, о том, как он повлияет на экономику Евросоюза. Очень много говорили и об украинской экономике, о том, что мы получили очередной транш МВФ. Отмечу, что вот глава государства, выступая, много говорил об инвестициях, о том, насколько важно привлекать в Украину иностранные инвестиции. И вот сделал заявление о том, что уже в следующем месяце в Украине начнется масштабная приватизация. И, в частности, речь идет и о приватизации энергетических объектов, и о приватизации Одесского припортового завода. Ну, напомню, что много об этом говорят в последнее время. Алексей, ну вот еще в конце добавлю такую интересную новость. Ну, каждый год на форуме ЕС появляется секретный гость. Ну, вот иногда это был Элтон Джон, иногда другие известные личности. И вот скажу, что буквально несколько минут тому назад в зал, где сейчас проходит ужин, зашел известный американский актер Кэмин Спейси. Ну, напомню, что кроме того, что он снимался во многих голливудских фильмах, вот в последнее время он очень известен съемками в американском сериале «Карточный домик», который, ну вот по словам многих, очень хорошо показывает, что происходит в подноготной американской политике. Ну и, конечно же, в преддверии выборов США, я думаю, что очень будет интересно послушать, что же он скажет. Ну, мы послушаем и обязательно расскажем чуть позже о нашем включении на «Черное зеркало». Ну, вот такая информация. Мы будем работать здесь и дальше, и завтра. Я думаю, что услышим очень много интересных новостей, Алексей. Спасибо, Алексей. Это был Алексей Пшемыский о первом дне работы Ялтинского саммита. Там же на Ялтинском форуме президент Украины проанонсировал освобождение Владимира Жемчугова из плена. 45-летнего Жемчугова задержали боевики Луганской области в ноябре прошлого года. Его обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в районе Лутугина под Луганском и электроопоры в Хрящеватом. В свою очередь, представитель Украины в трехсторонней контактной группе бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что есть шанс уже в скором времени освободить не только Жемчугова. В списке заложников, которых удерживают боевики, 114 человек. И немного оптимизма. Мы очень надеемся, что завтра мы привезем домой Жемчугова. Бюджет 2017 уже в парламенте. Какую же жизнь нам рисуют чиновники? Давайте попытаемся найти ответ в показателях главной сметы страны. Итак, бюджетный дефицит предлагают сократить до 77,5 миллиардов гривен. В 2016 бюджетная дыра была больше на 7 миллиардов. При этом наполнять казну правительство планирует за счет налога на добавленную стоимость, налога на доходы физлиц и акциза. Прогнозируемый рост экономики составит 3%. Это против 1% в году нынешнем. Курс доллара в рабочей версии установлен на уровне 27 гривен 40 копеек. К концу 2017 года предполагают его подорожание на 30 копеек. Напомню, в этом году курс заложили на уровне 24 гривен 40 копеек. На деле он оказался выше. В статье социальных расходов будет рост. Дважды за год поднимут минимальную зарплату. В общем на 162 гривни. Больше станут зарабатывать медики и педагоги. Им добавят не менее 10% от нынешней ставки. Кроме того, чиновники увеличат расходы на оборонку. 129 миллиардов гривен против 114 миллиардов в нынешнем году. При этом сами министры не исключают, что в парламенте часть этих показателей может измениться. Эксперты и депутаты добавляют, изменится обязательно и в значительной степени. От кого же урвут? От народа или от чиновников? Чьи аппетиты придется урезать? Обо всем этом поговорим уже совсем скоро в программе «Черное зеркало». Дождитесь, пожалуйста, старт ровно в 21.00. Ну а на борьбу с коррупцией деньги выделит Евросоюз. Антикоррупционные органы Украины получат в общей сложности 16 миллионов евро. Об этом сегодня на встрече с руководителями НАБУ, САП и Агентства по противодействию коррупции сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан. Как распределят эти средства и что ждет Европа от упомянутых борцов с коррупцией, знает Ирина Романова. В антикоррупционном парламентском комитете сегодня гости. Еврокомиссар Йоханнес Ган и министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен приехали послушать об успехах новых госорганов Агентства по противодействию коррупции, НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. Выслушав доклады, гости резюмируют процессом в целом довольны, но вопросы есть. Очень важно, чтобы парламент приложил все усилия и не смог нивелировать уже принятые законы по электронному декларированию, внесением туда правок, которые сейчас активно продвигаются. Страны ЕС тщательно отслеживают все реформы, от которых зависит решение о предоставлении Украине безвизового режима. И на нас произвели негативное впечатление как задержки с запуском Е-декларирования, так и попытки парламента нивелировать эту идею путем внесения изменений в законы. Теперь вам нужно как можно быстрее создать антикоррупционные суды и провести конкурс на отбор судей в эти учреждения. Кости не только дают советы, но и обещают конкретную помощь. Евросоюз, говорит Ехан Эсхан, принял решение выделить Украине на борьбу с коррупцией из 16 миллионов евро, предоставить экспертную и техническую помощь. Это, на самом деле, базы данных, которые позволяют, что уже видно, быстро идентифицировать коррупционеров, а главное, все их связки. В Европейском Союзе это необычайно развидано. Чтобы не было предложений, что это наши внутренние капризы, Национальное антикоррупционное бюро, автономное прослушивание, антикоррупционный суд. Только что приехали эксперты из Европейского Союза. И мы сегодня увидели, что поддержку в этих направлениях мы имеем. Запустить процесс создания антикоррупционных судов планируют до конца осени. А с 30 сентября, говорит Сытник, при совершении тяжкого преступления, судьи автоматически лишаются иммунитета. И уже не смогут скрыться за границей, как Николай Чаус, попавшийся на взятки в 150 тысяч долларов. Пообещал Сытник разобраться с электронным декларированием. В частности, посоветовал главе на ПК провести совещание и снять все вопросы по поводу уголовного наказания за неправдивой декларации. Тем временем, Наталья Корчак напомнила, на следующей неделе в рамках закона о предотвращении коррупции, политические партии, которые прошли в Раду, смогут получить первый транш из госбюджета. 20% всей суммы. А вся сумма 400 миллионов гривен. Четверть получит Народный фронт, чуть меньше блок Петра Порошенко. Ирина Романова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Снова шенгенские обещания. Через 10 дней, 26 сентября, Европарламент проголосует, предоставить Украине безвизовый режим или нет. Перед этим заслушают доклад болгарского депутата Марии Габриэл и проект законодательной резолюции. По процедуре, после голосования евродепутатов, уже Совет ЕС и Еврокомиссия должны начать межинституционные переговоры на тему безвизового режима для Украины. Общее решение будет объявлено на парламентской сессии Европарламента в октябре месяце. Спецоперации по янтарному делу продолжаются. Всю неделю в Римненской области надевают наручники на подозреваемых в причастности к организации незаконной добычи. Вот только в военной прокуратуре утверждают, это те, кто занимает нижние позиции в янтарной иерархии. Почему же до сих пор на свободе те, кто стоит повыше, узнавала Инна Белецкая. Понедельник стал тяжелым для прокурора Сарнинского района. Его задержали прямо на рабочем месте. Обыски прошли в прокуратуре, потом в домах подозреваемого и его отца. В соседнем районе. Не особой церемонии с Вадима Топольского в наручниках бойцы спецназначения погрузили в автомобиль и увезли в столицу. Кроме прокурора задержали еще двоих местных жителей, которых подозревают в организации незаконной добычи янтаря. Новостью сразу же поделился министр внутренних дел. Как всегда на своей странице в фейсбуке. В среду опять задержание. В Дубровицком районе на местном стадионе собрались люди. Пришли посмотреть, как вертолет усаживает мужчину в наручниках. До этого у него дома провели обыск. Изъяли мешки с янтарем. Вместе с ним задерживают еще несколько человек. Генпрокурор заявляет все бывшие сотрудники органов МВД. В ходе операции, как была вчера и сегодня, вертолет снова забрали прокурор района и петенков колыншники нынешних представителей БС. В вертолет будут летать каждый раз, когда кто-то подумает, что мы забыли право нахуй, боя и рецепт, заявляющие. В четверг обыски в отделении полиции в Дубровице и в местной прокуратуре допрашивают следователей и в Ривненском городе. Общутка проводилась на представе ухвали следственного судья в рамках расследования криминального проведения. Что касается незаконного виду постановки. На сегодняшний день никто из представителей полиции не затриман. Никому не оговорено. Больше рассказали нам в военной прокуратуре. Нынешние задержания связаны с теми, кого называют организаторами янтарной мафии. Среди них зампрокурора области Андрей Боровик, сотрудник СБУ. Вадим Федорачук, бывший полицейский родины Смоленец, а также некто по кличке Ушатый. Его называют руководителем бригадиров. Все с июля в СИЗО, теперь говорят в военной прокуратуре, взялись за тех, кто в группировке занимает ступеньки ниже по иерархии. Было затримано 6 человек, один из которых это руководитель Санинской местной прокуратуры, прокуратуры Янтарской области. И 5 человек из числа так называемых бригадиров. То есть это люди, которые отвечали безусловно за выход работников и техники на местные законные выводы Бурштину. Несмотря на все громкие задержания, заявление замглавы нацполиции Вадима Трояна о полном контроле полиции над Янтарной мафией, добыча камня вновь становится массовой, о чем и свидетельствуют возобновившиеся столкновения старателей силами оперативного штаба. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Ривненская область. Действительно, в Ривненской области снова массовые столкновения между правоохранителями и старателями. Они произошли в урочище Азалия. По информации областной полиции, когда правоохранители прибыли на место, их встретили около 200 мужчин в масках и камуфляже, вооруженные битами и палками. Некоторые забросали полицейских камнями, разбили служебную машину. После прибытия подмоги старатели разбежались. Оказали сопротивление полиции старатели и в селе Тынном, это в Сарнинском районе. В результате столкновений пострадал один из правоохранителей. Местный житель, который на него напал, уже задержан. Подробнее об этом инциденте смотрите завтра, ровно в 20.00. В самом Ривне сегодня среди бела дня расстреляли мужчину. В него выпустили 8 пуль. Уже выяснили, погиб сотрудник местного СИЗО. Неизвестные напали на него в подъезде жилого дома. По предварительным данным, стреляли из пистолета Макарова с глушителем. Оружие и гильзы нашли рядом с телом. По неофициальной информации, пистолет, возможно, переделан с травматического в боевой. В полиции не исключают, что убийство могло быть заказным. В Ивано-Франковске ветераны АТО подали в суд на мэра города Руслана Марцинкева. Требуют 100 тысяч гривен за моральный ущерб. Чем градоначальник так обидел фронтовиков, знают наши корреспонденты. Ивано-Франковский городской суд. Сегодня здесь настоящий ажиотаж. Ветераны АТО, чиновники, журналисты – все, кроме мэра. Руслан Марцинкев так и не появился. И вряд ли появятся, уверены атошники. Честно сказать, у нашего мэра Кишкат. Он сказал, чтобы прийти, поделиться прямо в очи атошника. Я знал, что он прислал своих коней, так по-другому не может сказать. Глава города и не собирался сюда приходить, не скрывают его представители. Займается своими справами. На данной части, если нет, то не планует. Отношения между мэром и ветеранами обострились в июле. Тогда атошники требовали, чтобы мэр ветировал решение гурсовета. Депутаты отдали под застройку территорию, на которой ранее обещали возвести дома для ветеранов. Но мэр отказал и обозвал фронтовиков рейдерами. Атошники за оскорбления подали на мэра в суд. Требуют публичных извинений и 100 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб. Вимагаемо сплатить с его заработной платы 100 тысяч гривен, которые мы в дальнейшем направим на потребы наших семей загиблых и инвалидов участников АТО. Он оскорбил всех аточников, не только наше место Ивано-Франківске, а всей Украины. Люди там гинут, проливают кровь, а он обзывает их будильную мафию рейдерами. Это мэр, публичная людина таки может говорить. Но защитники мэра уверяют, высказывания Руслана Марцинкева в тот день участников АТО не касаются. Он говорит о том, что он не называл ни бойців АТО рейдерами, ни громадські організації рейдерами чи рекордами. Он просто зробив оцінку дій. Судебное разбирательство длилось более трех часов. Успели только выслушать позицию каждой из сторон. Следующее заседание суд назначил на октябрь. Собираются допросить журналистов и свидетелей скандального заявления мэра, а также просмотреть видеозаписи. Елена Митясова, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковск. Свидетельские показания столичной полиции сегодня давал нардеп Дмитрий Добродомов. Он пытается помочь полиции найти знаменитый золотой батон из Межигорья, а также другие ценности, пропавшие из дома беглого Януковича. Однако сами полицейские, по мнению нардепа, не особо хотят такой помощи. Добродомов подозревает их в бездействии. Напомню, в Межигорье после бегства Януковича были обнаружены ценности, предположительная стоимость которых несколько миллионов гривен. Однако на следующий день они исчезли. Возбужденные дела были закрыты и возобновлены только после обращения Добродомова. Решение относительно санкций против беглого Януковича, его сына Александра и Андрея Клюева. По словам пресс-секретаря суда ЕС Холи Галагера, санкции, введенные ЕС в 2014 году, накануне были оспорены адвокатами беглецов из-за того, что Совет Евросоюза не предоставил достаточных доказательств для их введения. Иначе обстоят дела с санкциями, введенными в 2015 и 2016 годах. Больше доказательств, убедительный довод, признать их законными. Также Европейский суд принял во внимание прогресс ГПУ в расследовании уголовных дел против беглецов. Вот что нам рассказали в пресс-службе Евросуда. А вот осевшие и арестованные в латвийских банках 50 миллионов евро беглых экс-чиновников все же могут вернуть в Украину. Генпрокуратура начала переговоры с латвийскими коллегами. Об этом говорится на сайте ведомства. Зам генпрокурора Евгений Енин сейчас с рабочим визитом в Латвии. Напомню, скандал с награбленными деньгами разросился на этой неделе. Правоохранители Латвии заявили, что на счетах трех коммерческих банков, один из которых дочка украинского приватбанка, нашли сомнительные миллионы. Признались, хотели вернуть их Киеву, но украинские коллеги не предоставили достаточно доказательств и средства пополнили бюджет Латвии. Предположительно, арестованные 50 миллионов евро принадлежат Арбузову, Курченко и Иванющенко. Громкие обыски в Харькове на своей странице в Фейсбуке сегодня прокомментировал Юрий Луценко. Генпрокурор сообщил, вчера в городе провели более сотни обысков. Бойцы Альфы и прокуроры искали документы, которые станут основой для открытия уголовного дела о хищении 650 гектаров земли преступной группировкой Добкин-Кернес. Процитирую. Старая шарманка о политических преследованиях не поможет украсть у города 4 миллиарда и поселить на элитных гектарах родственников и друзей преступления. За него будет ответственность. Конец цитаты. Самоуправление без прав на владение. В Харькове жильцы 80 домов требуют дать им право выбирать, кто будет вывозить мусор, чинить крыши и следить за чистотой. Но только в мэрии все хотят оставить по-старому. Почему? Разбирались наши корреспонденты. Ольга Сергеева показывает, как преобразилась их 16-этажка с тех пор, как жильцы объединились и взяли управление дома в свои руки. Люди платят те же 2 гривни 50 копеек квартплаты за квадратный метр, что и в коммунальных домах, но сами закупают материалы, делают ремонты, вывозят мусор и утепляются. Во всех пакетах первая дверь на холодную зону заменена. Такого же порядка захотели и жильцы двух соседних домов. У нас не устраивает состояние нашего дома. Вокруг дома нет дорожки, по которым детям ходить в школу. Мы в отсыревших подъездах платим очень большую квартплату и ничего не имеем взамен. Уже три месяца как жители дома по Новгородской зарегистрировали свое объединение совладельцев. Сделали все по закону, но дело застопорилось. Люди утверждают, городские власти всячески препятствуют передаче технической документации. Поиски бумаг на дом превратились в бюрократический пинг-понг. Департамент говорит, что дома находятся на балансе жилком сервиса, коммунального предприятия. А коммунальное предприятие в свою очередь в письменном виде отвечает, что никаких домов у него нет. Искать правду люди хотели у депутатов горсовета, но на сессию их не пустили, мол нет мест. А сессионные трибуны чиновники пеняют на противоречие в законодательстве. Сегодня нет еще типового договора на управление домами, который должен быть разработан центральным органом исполнительной власти. Еще не принялись соответствующие постановления, вы слышали, да, о порядке передачи управителю и так далее, и так далее. Это должен был принять Минрегион БУД. Поэтому, когда принимают здесь решение о пикетировании возле стен горсовета, мы говорим, идите пикетируйте Минрегион БУД. Пикетчики недоумевают. В Украине закон один, но в других городах почему-то ситуация иная. Даже в Харькове 10 лет назад у тех же объединений таких проблем не было. О нежелании нынешних чиновников расставаться с коммунальным имуществом активисты объясняют просто. Потому что там очень большая коррупционная составляющая. Это там идут сотни миллионов каждый месяц. Только на кварплате. Там ему по своему дому сказать, у нас восьмиподъездная девятиэтажка, в месяц собирает 34 тысячи только кварплаты. Ну да, мы хотим, чтобы эти деньги оставались здесь. Сроки, отведенные законом на передачу домов вновь созданным ОСМД, уже заканчиваются. Теперь жильцы намерены идти прямиком в суд. И заодно будут требовать компенсацию. Из-за бюрократических проволочек они не смогли воспользоваться энергосберегающими программами и утеплить дома. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Свой полигон ближе? Николаевский мэр передумал принимать львовский мусор. Нажива из крана. Кто намыл на львовском водоканале сотни миллионов? Принимать ли мусор из Львова решали сегодня николаевские депутаты. Напомню, в начале недели мэр города разрешил своему коллеге садовому вывозить отходы из Львова на Николаевскую свалку, несмотря на расстояние 800 километров. Но это сразу вызвало волну негодования среди жителей Николаева. Чем же все закончилось, знает Кирилл Ющишин. Только сессия открылась, как всех депутатов эвакуировали. Поступил анонимный звонок о минировании здания. Взрывотехники после обследования отрапортовали сообщение ложное. И после 40-минутного перерыва депутаты наконец приступили к обсуждению, так принимать Николаеву львовские отходы или нет. Сначала выступили общественные активисты. Они за оказание помощи Львову в мусорном вопросе. Говорят, Львов помогает Николаеву перерабатывать отработанные батарейки. Мы увозим эту таблетку цианистого калия, получается, в город Львов. Вот эта гадость уходит с нашей области, и нам помогают от нее избавиться. Когда у соседа беда, соседу нужно помочь. Но у большинства депутатов, как и многих местных жителей, иное мнение считают, что мэр не имел права принимать подобные решения единолично. Риторика была эмоциональной. Зарубите себе на носу, что такие вопросы единоличные не будут решаться в нашем городе. Вы уже договорите ректор ООО. И в вашем должностных инструкциях есть четкие понятия, как обсуждаются и принимаются такие важные решения. В этом зале у вас всего лишь один голос. Зарубите себе на носу на будущее. Мы вас тоже прошу. Зарубите на носу. Николаев – это не отдельное государство. Действительно, я бы горячился, действительно должен был посоветоваться с избранниками, с депутатами городского совета. В результате большинство депутатов из разных фракций проголосовали запретить всем, кроме жителей Николаевской области, складировать мусор на местном полигоне. На Миколаевском полигоне забороняется принимание и захоронение ТПВ, которое вырвано по замеженной Миколаевской области. Ну и как сообщают СМИ Львова, пока Андрею Садовому для временного решения проблемы с мусором якобы удалось уговорить жителей села Малехово во Львовской области. Там примут часть мусора, но не за спасибо, как это предлагалось Николаеву, а с выгодой. Село получит деньги на строительство школы, амбулатории и детского сада. Также в Малехове отремонтируют дороги и водопровод. Ну а если Львов не выполнит свои обязательства, то предусмотрен штраф и немалый 50 миллионов гривен. Но знают ли сами жители Малехово о такой договоренности, мы проверим. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Ну а львовский мусор продолжает носить по Украине. Нерады ему оказались и в городе Синельниково Днепропетровской области. Мусоровозы там встретили акциями протеста. Подробности далее. На полигон отходов в городе Синельниково львовский мусор, как оказалось, возят еще с начала недели. Местные жители увидели фуры со львовскими номерами. В городе разгорелся скандал. 28 машин за 13 и 14 число. 500 тонн, грубо говоря, завезли. Уже завезли. Конечно, меня возмущает, как это так? Чтобы не пустить чужие мусоровозы, люди готовы дежурить круглосуточно на местном полигоне. Не так давно против ввоза львовских отходов митинговали и в Днепре. И даже перекрывали трассу. Жизнь доставила. У нас свалка воняет. Это просто невозможно. Нам же нечем дышать. В мэрии Синельниково уверяют, никаких договоров со Львовом не подписывали. Мусорный полигон в субаренде у частного предприятия. Товариство замуженной ответственности, которое на сегодня занимается этой деятельностью. На самом же предприятии не скрывают. Мусор из Львова принимают. Наше предприятие, как я уже сказала, является участником бюджетной программы помощи города Львова. Все вы прекрасно знаете, вот вы говорили. Я что-то не так сказала. По мусорной теме в Горсовете созвали внеочередную сессию. Все депутаты возмущены. Оппозиционный блок вносит проект решения о запрете ввоза львовского мусора. Было зарегистрировано проект решения, где первым вопросом было запретить ввоз мусора на территорию города Синельниково из других административно-территориальных единиц. За проголосовали все депутаты. Единогласно решение принято. Ввоз мусора из Львова в Синельниково с этого момента официально запрещен. Однако жители не уверены, что перевозчики не нарушат запрет. Поэтому возле полигона намерены ежедневно выставлять патруль. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. И снова неприятности у львовских чиновников. На этот раз из-за грязной воды. Генпрокуратура выяснила, что коммунальное предприятие Львовводоканал нанесло государству убытков на 242 миллиона гривен. В течение четырех лет компания сливала канализационные стоки в реку Полтву, которая впадает в западный Буг. Загрязнение распространилось не только в Украине, но и в соседней Польше. Кроме того, правоохранители установили, что Львовводоканал незаконно выкачивал пресную воду из месторождений по всей области. Аналогичные правонарушения обнаружили и на предприятии Стрийводоканал. Эти компании обвиняют в нарушении правил охраны недр и вод. Возбуждено уголовное дело. По службовым особым указанных предприятий незабезпечено належную очистку стечных зворотных вод. И в нас, в связи с того, в забронничные речевины попали указанные водные объекты. Львовводоканал 242 миллиона гривен и почти 5 миллионов гривен с 3 водоканала. Вторые сутки обещанного боевиками перемирия. И хотя артиллерия почти смолкла, огонь враг вести не прекращает. Из мелкокалиберного оружия. Сегодня днем пули свистели и над головами мирных жителей в Зайцеве. Оттуда материал Ирины Баглай. В поселке Жованка, это часть прифронтового села Зайцево, за местный совет вот этот гараж. Несколько энтузиастов самоорганизовались и расписали жизнь поселка по графику. Здесь из-за постоянных обстрелов через один разрушенные дома. Но несмотря на это люди стараются поддерживать чистоту. Два года ночевали только в подвалах. Несколько недель назад начали переезжать в дома. Говорят, стало тише. Ну стреляют, это стрелковые стреляют. Не так опасно. Можно в подвал не бежать. Разрушений таких не будет. Только пуля может ранить человека. Тише, это не рвутся часами снаряды. Как и что свистит, куда падает, местные уже досконально изучили. В основном это пенсионеры. Сегодня на лавочке изучают основы первой медпомощи раненым. У нас резаная рана вдоль живота. Что мы делаем человеку? Это родим. Ну или садим, или кладем в лозу эмбриона. Занятие прерывает очередное доказательство. Перемирие лишь на словах. Мы помогли первоначально. Наталья, заходите. Поехали. В гараже прячутся. Здесь же получают продукты, хлеб, побуханки в руки. Побуханки в неделю. Хватает? Нет, не хватает. А чертвейк, он быстро зацветает. Даже не чертвейк. А это я на всю улицу, на шесть домов взяла. Идете потом раздаешься? Да, и газеты, и хлеб. Они себе сами власть. От действующей за год добились возможность дважды рейсовым автобусом из Жованки доехать до Мирного Бахмута. Недавно село передпочинили Бахмутской Рараде. Вскоре обещают выплатить весь долг по пенсиям. Их люди не видели год и больше. Следующая задача – восстановление электрики. С 25 июня и по сей день у нас света до сих пор нет. И вот эта проблема. Нам, конечно, на поселок выделили 4 гуманитарных генератора. Но эти генераторы не решают проблему. Почему не ремонтируют? Наверное, просто власти не могут найти контакт одна сторона с другой. Это во-первых. Во-вторых, просто потому, что не придерживались перемирия. Электроопоры в серой зоне из-за непрекращающихся обстрелов ремонтники не могут взяться за работу. А боевики сменили тактику. Огонь ведут из малокалиберного вооружения. Стрелковые гранатометы РПГ. Прилетают мины 80-е, 120-е. Поодинокие пока. Но они хотят, чтобы мы ответили тем же. Пока удерживаемся. Во время такого обстрела сегодня ранения получили шестеро военнослужащих в районе Авдеевки. Иллюзорную тишину прервал огонь вражеского гранатомета. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Минус один. Саммит лидеров Евросоюза без Великобритании проходит в Словакии. Обсуждают будущее единой Европы после Брекзита. Но сам Брекзит показательно не вспоминают. О настроениях и планах ЕС Оксана Кундеренко. Братиславская встреча в Верхах хоть и неформальная, но меры безопасности серьезнее, чем обычно в Брюсселе. 27 глав государств и правительств прибывают к замку Братиславский град в заметно плохом настроении, чего не скрывают. Правда, что Европу недавно потрясли сразу несколько разных кризисов. Но мое шестое чувство подсказывает, что девизом этого саммита стоит делать фразу «кризис прошел недаром». Мы вынесем из него уроки. В отсутствие британцев первую скрипку играет Германия. Экономический локомотив ЕС, на плечи которого ляжет почти четверть расходов бюрократической евромашины. И немцам явно это не по душе. Нам срочно нужно искать решение, ведь Европа в критической ситуации. За один саммит всех проблем не решить. Поэтому нужно не словом, а делом доказывать, что мы способны действовать в сложившихся обстоятельствах. Особенно, что касается борьбы с терроризмом и обороны. Среди прочего, за круглым столом говорили о создании общей военной штаб-квартиры ЕС. А еще дорожную карту представили. План развития после отделения Великобритании. Есть три главные точки опоры для стабильности европейского проекта. Защита, то есть безопасность. Подготовка к будущему. Экономическая стратегия для важного мирового игрока. И рабочие места, то есть надежда на лучшее будущее для молодежи. Ни официальному мероприятию, ни стандартные площадки для переговоров. Словаки предложили высоким гостям пообщаться на прогулочном катере в круизе по Дунаю. Подальше от прессы они наконец смогли поговорить о Брекзите. Показательно, что процесс выхода Британии из Евросоюза в официальную программу саммита не включают. Очень много проблем возникает из-за внешних факторов и врагов. Одна из таких проблем – Брексит. И не нужно ее недооценивать. Надо просто искать решение. На общем фото этого исторического саммита нет Терезы Мэй. А лидеры других государств с крупнейшими экономиками мира спрятались в заднем ряду, пропустив вперед глав стран Восточной Европы. Значит ли это, что меняется сам механизм ЕС? Больше веса приобретают новые игроки, которые все же смогут удержать Европу вместе. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Президент Польши Анжей Дуда удивлен тем фактом, что Россия не хочет возвращать обломки самолета Ту-154М, который 10 апреля 2010 года потерпел крушение под Смоленском. Он напомнил, что самолет действительно был произведен в России, но является собственностью Польши. Москва пока не отреагировала на заявления польского президента. Ранее эксперты из комиссии по расследованию смоленской катастрофы заявили, что записи черных ящиков Ту-154 были сфальсифицированы. Также были скрыты важные документы. Специалисты утверждают, что из польских регистраторов был удален фрагмент, на место которого вставили другой с российского регистратора. В изъятой части содержалась информация о неполадках двигателя, генераторов и радиовысотомеров, а также о том, что именно произошло во время падения президентского борта. Напомню, в 2010-м в этой авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 человек. Среди них президент Польши Лех Кочинский с супругой. Зачем в Нью-Йорке в общественной уборной установили золотой унитаз и новость для любителей пива? Теперь в Бельгии пенная течет прямо под землей. Все подробности в нашем обзоре. Знаменитую прическу Дональда Трампа взлохматили в прямом эфире. Кандидат в президенты США принял участие в юмористической передаче Джимми Феллона. Ведущий попросил разрешения прикоснуться к волосам политика, пока тот не стал президентом. После нескольких секунд раздумий Трамп согласился. Видимо, не ожидал, что Феллон возьмется так ряно трепать шевелюру. Прическа Трампа – давний объект шуток и пародий в американских, да и мировых СМИ. Взрывное селфи. Боец свободной сирийской армии, воюющий против сил Башара Асада, случайно подорвал себя и товарищей. Во время веселья повстанцы решили сфотографироваться. Один из бойцов схватил телефон. Позже оказалось, это не обычный мобильный, а устройство для активации бомбы. Выжил ли кто-то – неизвестно. Но после взрыва слышны возгласы. Видеокамера уцелела. Ну, очень дорогая сантехника. В уборной галерее искусств Нью-Йорка установили золотой унитаз. Постмодерное произведение искусства изготовил итальянский дизайнер Маурицио Кателан. В своей работе использовал настоящее 18-каратное золото. Воспользоваться санузлом могут все желающие – посетители галереи Гугенхайма. Правда, к уборной на всякий случай приставили охранника. Стоимость экспоната не разглашают. Как имена спонсоров, которые дали деньги на ВИП-горшок. Подземный пивопровод появился в бельгийском брюге. Теперь хмельное льется по трубам под землей. Протяженность магистрали – 3 километра. Она соединяет пивоварню и цех разлива. Система может пропустить 4000 литров в час. Городскому бюджету такое нововведение обошлось в 4 миллиона евро. Соорудили пивопровод, чтобы сохранить средневековые здания брюги. Веками повозки и грузовики с пенным двигались по историческому центру города, разрушая брусчатку и стены древних домов. Черлидеры-пенсионерки покорили публику в Японии. Бабушки выступили в рамках национального конкурса групп поддержек. Команда из 20 женщин показала программу со сложной хореографией и акробатическими трюками. Основательница группы – 84 года. Черлидера в моложе 55 руководитель в команду не берет. Идея организовать собственную группу поддержки появилась у Японки после развода с мужем. Новое хобби, говорит Фумия Токина, бодрит и помогает держать форму. Продолжают радовать украинские паралимпийцы. На 9-й день игр у нашей сборной 95 медалей. 36 из них золотые. Юбилейный комплект наград нашу копилку принесла сборная Украины по настольному теннису. В финале игр в Рио-де-Жанейро сине-желтые уверенно одолели команду Швеции со счетом 2-0. Также пловец Геннадий Бойко одержал победу на дистанции 50 метров брасом. А накануне украинский легкоатлет Роман Павлик стал серебряным призером в беге на 400 метров. Команда по-прежнему занимает третье место в медальном зачете. Здесь важно отметить, что еще до окончания игр 2016 украинцы уже завоевали рекордное количество наград за все годы участия в паралимпиадах. Предыдущий рекорд был установлен в Лондоне в 2012-м, когда наши спортсмены привезли на родину 84 награды. Это все подробности этого дня. Я с вами прощаюсь ненадолго. Уже через 10 минут мы встретимся в студии «Черного зеркала». Буду ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова